Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, и сегодня свое особое мнение будет высказывать главный редактор газеты «Вятский наблюдатель» Юлия Шевцова. Юлия, добрый день. Добрый день. Напоминаю, что на нашем сайте eho.kirova.ru всегда есть у вас, слушатели, возможность задать вопрос нашему спикеру. Накануне мы выкладываем анонс, и там вы можете разместить любые интересующие вас вопросы и такой вопрос есть, он очень гармонирует с темами, которые я сама подготовила для беседы с тобой. Олег Дмитриевич пишет. Юлия, в наше время, как мне кажется, небезопасно вести журналистские расследования. Да и журналистов таких, кто мог бы сейчас этим заниматься, в области почти не осталось. Вы пытаетесь это делать. Не страшно? И какой из этого толк? Я тут вижу еще один, на самом деле, вопрос. Это уже от меня был бы. Ты тоже считаешь, как Олег Дмитриевич, что у нас не осталось журналистов, которые могли бы вести журналистские расследования. Да, из моего вопроса вот такого. А потом уже насчет не страшно. Трудно критиковать коллег. На самом деле, хотелось бы никого не обижать. И, конечно, кто-то считает, что он ведет журналистские расследования, и есть какой-то результат. Поэтому судить, насколько много журналистских расследований в нашей среде, тяжело. Но скажу общую тенденцию. Как человек, который ездил на множественные семинары, в журналистике в нашей среде поднимается все время эта тема. Давайте копать вглубь. Давайте уходить от маленьких новостей. Давайте возрождать то, что было давным-давно нашими коллегами, которые всегда старались добиться какого-то результата, докопаться до самой истины. В лихие 90-е не боялись и писали на очень острые темы. И, конечно, это журналистика пример для сегодняшних коллег. Хотелось бы, чтобы они не забывали свое призвание и работали для того, чтобы СМИ не просто как-то сотрясало воздух, а давало какой-то результат. Ты считаешь, в нашей области действительно стало меньше журналистов, которые занимаются такими расследованиями качественными? Это вообще по всей России тенденция, не только у нас в регионе. Очень мало сегодня таких журналистов. Ну и тогда на вопрос, не страшно ли вам это делать? Я думаю, что сегодняшняя среда, она не дает страха, сколько она не дает результата. То есть хотелось бы, чтобы прислушивались к нам журналистам, а, как правило, правоохранительные органы, структуры, которые должны контролировать тот или иной вопрос, они просто предпочитают не замечать. И приходится уже либо развивать эту тему до масштаба всероссийского и шуметь, шуметь, шуметь уже, там, махать руками что-то. Эй, услышите, здесь несправедливо, давайте людям поможем, так не по-людски. Поэтому здесь, наверное, вопрос не в страхе, а в том, что тяжело добиться реального результата. А его стало тяжелее добиться или всегда было тяжело? Мне кажется, ну, там, судя по тому, как авиатский наблюдатель, то, что мы работаем уже очень много лет, и Бачинин, источник, первый источник нашей газеты, создатель газеты, был результат некий, да, там, ну, он такой был, скорее, ну, вы знаете, истории тяжелые, там, с его судьбой, что там его и ножом могли порезать, и наркотики подкидывали, то есть был такой результат, что замочить, чтобы замолчал. Сейчас, я думаю, такого нет, но результат не замечаем. Ну, вообще по стране-то это случается, конечно, да, все, что ты сказала, и замочить, и чтобы замолчал, но у нас, слава богу, в Кирове все спокойно, более-менее. Да, тем не менее, журналистские расследования вы постоянно проводите, вот последний, один из последних материалов, на который я слежу за судьбой деда Ивана, который, вроде бы, кажется, ну, какая уж тут уж такая уж прям серьезная проблема, тем не менее, это, мне кажется, действительно вопиющий факт. Давай пару слов ты расскажешь о том, какая ситуация, это же практически центр города то, что сейчас там происходит, и с чего все у вас началось? Ну, это не центр, а скорее такая красивая окраина, это находится место за Трифоновым монастырем, и там такая элитная застройка сейчас идет, коттеджи, мылоэтажные домики, такие с собственными гаражами, красивая природа, высокий берег Лятки, и, естественно, последний практически дом на этой улице, который остался там, не вписывающийся во всю эту элитную застройку. Так называемую деревяшки, да? Да, деревяшка. Вот, но она такая деревяшка, такая своеобразная, то есть она не как обычные наши ветхие деревяшки, там все-таки видна рука вот мастера Кушова. Кушовы — это династия паука по корню. Когда я писала материалы, я тоже разбиралась там с историей, с этой смотрела там, вглубь забралась. Вот, обидно, что люди, которые у нас, какая-то историческая ниточка, какие-то наши корни, какие-то истоки, что вот это их наследники, это то, что наше достояние, и мы так относимся к этому достоянию. То есть, да, этот ветеран повелся, можно сказать, стал жертвой. Там была история с риэлторами, да? Схема, схема на самом деле чем тяжела, потому что вот всегда мы в расследовании сталкиваемся с такой проблемой, по документам все чисто. То есть, куда ни коснись, куда ни копни, всегда на бумажках все идеально, все законно, все прекрасно. Когда ты начинаешь докапываться до истины, ну, достаточно просто поговорить с дедом, он вообще не понимает, что была продажа дома. Он никогда не собирался его продавать. Этот дед, он много лет боролся, то есть, к нему приходишь в гости, в чем еще сложность расследования? Это вычленить и зацепиться за те самые документы, которые тебе, как журналисту, нужны, которые дадут какой-то толчок для дальнейшего хода, чтобы дать ход этому расследованию. Приходишь к деду, у него настолько огромный талмуд документов, дед 20 лет ходил по судам. Он боролся за то, чтобы у него, чтобы ему вернули часть земельного участка, которую отняли в то время, когда отца репрессировали. Все, собственности нет, он там ничего не приватизировал, он так и жил, и продолжал, он идеологически настроен на то, что государство его обмануло, надуло, и должно ему вернуть часть этого земельного участка. Когда я понимаю ситуацию, вот я его слушала не меньше часа, меня привезли к нему его родственники, им даже было немножко неудобно, потому что он постоянно говорил совсем на другую тему. То есть нас интересует сегодняшняя сделка, как он лишился дома. Дед живет в прошлом, он абсолютно не понимает, какая сделка прошла сегодня. Я им говорю, вы не переживайте, потому что я прекрасно понимаю, насколько чувственно отнесся к его проблеме вот этот риэлтор, как он вошел в доверие этому деду. Вот ему достаточно сказать, похлопать по плечу, да, дедушка, все будет в порядке, мы тебе поможем, мы тебе вернем все, что у тебя отняло государство, и мы сделаем у тебя все будет там. Вернешь ты свои сараи, свои сотки вот эти. То есть обмануть такого человека очень легко. Почему правоохранительные органы сразу не замечают этой ситуации? Ну, потому что на бумаге как? К нотариусу сходил, все подписал, деньги через счет прошли. Деньги дед сразу отдал этому мошеннику, потому что, ну, я уже называю мошенник, потому что, ну, назвать по-другому человека. Который чужел. Да, по-другому человека, который так себя повел. Он сказал, что разводится с супругой, и ему надо, чтобы дедушка сходил с ним в банк и помог ему в наличии деньги. То есть на бумаге все чисто, деньги прошли, доверенность есть. Хотя с доверенностью там тоже есть свои нюансы. Доверенность, по-моему, даже не одна была оформлена. И там, если покопаться, я думаю, правоохранительные органы найдут за что зацепиться. Потому что... Ну, послушай, вот этот материал, который вот сейчас опубликован 15-го числа, это уже не первый материал про деда. Да, да. И что? Вот после того, как был напечатан первый материал, после того, как, наверное, правоохранительные органы это услышали, увидели, было какое-то включение, какое-то движение с их стороны? Я написала о том, что дело ходит и блуждает из кабинетов ОМВД в кабинеты прокуратуры. ОМВД пишет, что нет оснований для возбуждения уголовного дела прокуратура, возвращает обратно на доследование. После этой публикации сразу была реакция. Мы же сейчас еще стараемся не одни работать, а сразу кого-то подключать. Сейчас у нас хорошее подспорье, это ОНФ. Сделаем маленькую рекламу. Вчера, все эти народные фронты. Да. Мы сразу... Они берутся тоже за такие резонансные темы, мы сразу их стараемся тоже подключать. Мы говорим, вы понимаете, вот такая ситуация. Вот они тоже вникают и начинают со своих фронтов тоже бить народных. В полпредстве я была, я знаю, что они тоже в курсе ситуации по деду Куршову. И попросили местного начальника, тогда еще был замначальника ОМВД Домовича, попросили его взять ситуацию под контроль. Сразу же был мне звонок из пресс-службы ОМВД, что дело никуда не гуляет, пожалуйста, опубликуйте опровержение, мы делом занимаемся, и будет дана соответствующая оценка. То есть результат пока есть. Потом на сегодня мы ждем суда апелляционного, то есть суд первой инстанции принял решение, что сделка была проведена законно. Они подали на апелляцию, вот сейчас мы ждем апелляционного решения, по-моему, 25-го числа. А вот эти вот товарищи, риэлторы, которые, собственно, заинтересованы в том, чтобы все осталось на своих местах, они не пытаются в момент расследования и того, что ты ходишь и направишь? Тогда как-то на вас повлиет, да в конце концов, там позвоните и сказали, «Эй!» Мне истерики устроили только в нотариальной конторе. Да. Там были звонки, типа, «Вы нас опорочили, вы ужасно себя повели, да знаете ли вы, с кем вы связались, да мы на вас в суд подадим?» Я говорю, ну, подавайте, конечно, пожалуйста, мы вас не опорочили, сделка была проведена у вас, поэтому мы об этом сообщили. И, ну, там шума было много, на полчаса примерно, как бы я постаралась вести себя спокойно, адекватно, уже потом сказали, «Все, хватит, я наслышалась ваших оскорблений, до свидания». Ну, дальше звонков, на самом деле, вот на сегодня в расследовании, что бы мы ни копали, не уходят. То есть все начинают биться за свою репутацию, что у нас по бумагам всё чисто, вы нас опорочили, мы на вас в суд подадим. Вот на сегодня такие разборки. Ну, это вполне себе такие цивилизованные, я бы сказала, уровень, да, разборок. Ну, посмотрим, как сложится судьба у деда Ивана. Раз уж ты упомянула о Общероссийском народном фронте, то я не могу не упомянуть о том, что ты присутствовала 28 апреля на втором медиафоруме ОНФ независимых региональных и местных СМИ, «Правда и справедливость», так вот этот форум громко назывался, да, и в прямом эфире задала вопрос президенту России Владимиру Путину о переселении жителей Кирова из аварийных домов в коммуналке. Мы знаем, да, что ОНФ тоже занимается этим вопросом очень глубоко, ну, и у вас эта тема сильно разрабатывалась, это касается коммуналок, которые находятся в Крутихе, да, и тоже не первый материал, и уж даже до президента дошли. Ну, во-первых, как ты туда попала, на этот форум, признайся. Ну, я победила в конкурсе журналистских расследований, я вела дело по Мурыгина. В Мурыгина этой зимой в 35-ти градусный мороз в 6 домах не было отопления. У людей был мой телефон, они мне позвонили, был субботний день, мороз, вообще-то человек, собаку не выгодил на улицу, какой мороз был, а у них отключили отопление. Я, как сейчас помню, что я прям оделась так вот прям капитально, потому что я знала, ну, Мурыгина, там же еще накладывают отдаленность территории от города, еще свои температурные режимы. Действительно, у людей не было отопления, мы начали выяснять, почему. Там тоже очень-очень веселая схема, очень интересная. Там при трех действующих котельных оставили маленький пятачок без тепла, оставив его на балансе элекона. Элекон разоряется у нас из года в год. Ну, как показали жильцы этих домов, у них тоже есть схема, по которой местный предприниматель, который подключился к двум федеральным учреждениям и получает нормальные средства, потому что федеральные учреждения не всегда хорошо плазят. Просто решил не подключать вот этих проблемных жильцов деревянных домов. Пусть они там все выморзнут, решил. Да, конечно. Раз мне деньги платят, какие мои заботы. Ну, вот, нашему правительству, наше правительство сразу тоже подключилось к этой истории. Какое правительство? Областное. Элекон подключили, отопление началось. Просто проблема была в том, что... Так, забежала вперед, и сначала людям привезли буржуйки. Это привезли местные, мургинские власти. Как это мило. В деревянные дома. Буржуйки были без трубы, из которой должен идти дым. То есть, как-нибудь там в деревянном доме топитесь. Я вообще не представляю, как это можете сделать. Ты правильно говоришь. Топитесь. Как хотите, так и топитесь. Ну вот. Проблема разрешилась. Элекон начал отапливаться. Я думаю, поскольку мы держим тоже ситуацию на контроле, к этой зиме мы опять эту тему возобновим. Посмотрим, что сделано за лето. Подключили ли люди либо к газовому бороду, потому что там есть и котельная «Газпрома», и либо вот к этим двум котельным, которые на федеральных учреждениях, и местный предприниматель построил котельную. В общем, куда-то их должны уже определить, этих людей, потому что зимой была патлая ситуация. Вот. И был конкурс журналистских работ. Я как-то так, то есть, материал списался абсолютно не для этого конкурса, но я решила попадать в счастье и отправить свой материал. После этого меня пригласили, пригласил Общероссийский народный фронт, включил в число победителей. Участников было, как бы не соврать, не точно больше тысячи. Победило где-то 300 человек со всей России. И вот у нас от нашей газеты победило два человека. Я и Алексей Мелышев, мой журналист, который тоже активно идет в расследование. Что-то показательное, между прочим, да. Журналист-экономист у меня такой. Я больше по социалке такой тематики берусь. Он такой, у него экономическое образование, он очень хорошо роется в цифрах. Да, вот кто бы мог подумать, что на конкурс «Поисленные работы» приведут вас прямиком к президенту России. Как ты решилась вообще вопрос задать, скажи? Этот. Ну, вопрос я не планировала сначала задавать. Я почему так говорю? Потому что я понимаю, когда наши коллеги из центральных, из федеральных СМИ регулярно встречаются с Владимиром Владимировичем. Мы-то, я не знаю, кто... Ну, я знаю еще одного журналиста, замечательного совершенно, который задал свой вопрос и получил эффект. Так. Не собиралась задавать? Не собиралась задавать, потому что все вопросы были уже предопределены и расписаны. Потому что времени было мало, и решили восстанавливать права печатных изданий, обсуждать темы на целлюлозу, на цены, на бумагу. Это что касается закрытия, например, районных газет. Да, да, да. То есть главная тема встречи была – это районные газеты. Поэтому не предполагалось изначально, что кто-то еще будет задавать вопросы из зала, такие вот спонтанные. И Владимир Путин, он же такой человек, любит сам порулить. Где-то, наверное, в какой-то там минуте после часа беседы он решил все взять в свои руки и сказать, так, все, хватит, я вижу, что вы модерируете беседу, дорогие мои, там, ведущие из УНФ. Я хочу, чтобы люди из зала тоже позадавали свои вопросы. Давайте будем слушать. Давайте вот эту рыжую послушать. И тут Юля Шевцов встает. Я написала на блокнотике «Вятка», потому что, ну, нас попросили тоже, как бы, делегатно так, чтобы мы не выпячивали свои города и не вели себя как безумцы, когда я была на этой общей встрече в прямом эфире, где знаменитый вопрос был задан. Вот, поэтому мы были как-то интеллигентны, сидели, нас было меньше, чем вот бывает на этих онлайн-встречах. У нас там буквально 300 человек, может, с небольшим. И тут я понимаю, что ему просто удобнее называть города, потому что девушка до меня там написала, то ли Самара, то ли еще какой-то город, не помню. И он, о, да, давайте послушаем, что там делается в Самаре. Ага, ему так удобнее. Я быстренько написала «Вятка» на блокноте, подняла блокнотик, ну, и только я его подняла. Как проницательный с твоей стороны. Он очень тепло сказал. Вот «Вятка». Ну и, собственно, вопрос родился как-то спонтанно. То есть, конечно, когда ты понимаешь, что у тебя такая возможность пообщаться с президентом и донести какую-то проблему, хотелось донести вот наше именно расследование. Мы в последнее время, как я там сказала, СНФ очень плотно вели расследование, но какого-то результата не видели. То есть, хотелось бы, чтобы людей переселили в нормальное жилье, чтобы, если мы там схему пескосолянки, закупки вычислили, чтобы больше у нас такой же песок не покупался бесстыдно. Хотя мне там сообщают на это расследование. Ну, что вы, мы проводим мониторинг, вы знаете, у нас в Керциковой области самый дешевый песок. Ну, тут у нас и самый лес дешевый, давайте будем все воровать. И лес, и песок самое дешевое же. Будем по самым высоким ценам. Чем дешевле, тем больше же нужно понимать. Да, конечно. Поэтому я думаю, на сегодня под руководством Перескокова, как бы, об этих схемах знают, и я думаю, что подобного не повторится. Хотя по нашим исследованиям никакого уголовного дела возбуждено не было. Я думаю, что... Так, а до главной администрации города Перескокова вы донесли этот вопрос. Да. И он в курсе. Да, и по предстве тоже знают. Когда я приехала от Путина... Хорошо же, правда? Приехала от Путина и сразу попала к предству, да? Да. Ну, меня немножко, как бы, не устраивает, как они ставят вопросы. То есть, хорошо ли у вас происходит взаимодействие с правоохранительными органами. Хорошо происходит взаимодействие. Я не об этом говорила, когда хотела донести какие-то темы президенту. Я говорила о социальных темах. О том, что наши расследования не доводятся до конца правоохранительными органами. Не берутся на контроль прокуратурой, допустим, должны браться. ОМВД сейчас тоже, раз, должны браться. У них, допустим, по пескостянке. Я понимаю, что у них ослаб интерес к Дмитрию Дранову. Он ушел с поста руководителя. И сегодня наказывать его, там, ну, уже фигура, там, где-то он уже замылился, уже, там, работает на строительной фирме, никому не интересен. Ну, ослаб интерес. А дальше, как бы, вроде обещают, что все будет хорошо. Песок будет покупаться по-другому. Да, главное, чтобы не было такой ситуации, когда оговорили, там, предъявляли претензии новому главе администрации, а тот бы говорил, что я ни в чем не виноват, вот старый как раз. Да, мы будем контролировать. Мы обязательно проконтролируем, как пойдет закупка песка. И если, конечно, снова встурит эта схема, то мы будем дальше кричать. Ну, ты, наверное, получаешь в связи с этим огромное количество звонков, в том числе из администрации разного уровня. Да, мы нормально общаемся. Очень хорошо. Хорошо. Это особое мнение главного редактора газеты «Вятский наблюдатель» Юлия Шевцова. У нас остается три минуты до перерыва. И о чем бы хотелось еще поговорить, я думаю, что мы только начнем об этом говорить, потому что это отдельная тема, и она действительно очень ваша. Не знаю, можно ли сказать, что это твоя лично, но ваша точно. Потому что вы одно из немногих изданий и один из немногих интернет-порталов, которые постоянно публикуют материалы о деятельности ночного патруля. Движение, которое было организовано и подхвачено многими в городе Кирове и в Кировской области. Я знаю, что вы активно сотрудничаете с этим движением, и даже кто-то из ваших сотрудников выезжает постоянно на рейды. И вот в связи с этим у меня несколько вопросов. А почему ты поощряешь участие своих сотрудников в деятельности ночного патруля? В непосредственной деятельности, не с целью написания материалов, а прям как члена, можно сказать, ночного патруля? Ну, у нас в редакции никогда не было каких-то преград для вступления в политические партии или общественные организации. Каждый волен заниматься тем, чем ему нравится. Тем более, в ночном патруле мы писали с самых первых дней его возникновения. Эта организация возникла, естественно, после резонансного ДТП. Мы очень-очень тщательно следили за тем, как ведется судебный процесс, за тем, какое решение вынесено. Сейчас, наверное, многие уже не помнят. Игнатьянок, да, Игнатьянок, Октябрь, да. Много жертв. Да, поэтому ночной патруль, который возник на волне этого события, это, я считаю, очень такая лучшая, самая, наверное, инициатива общественная, которая у нас вообще в Кировской области имела место быть. Она пример. Потому что, я знаю, там, коллеги из Костромы, мы как-то делали, каждый о своем городе, небольшую презентацию, тоже на общей пресс-конференции, рассказывали немножко о своих городах. Знаете, я поразилась, там, Ярославль, Ярославль, у них настолько было много примеров именно вот этих общественных организаций, таких движений, где люди, там, организуют завтраки для бедных на траве, там, приходят, каждый что-то приготовит, все садятся, и получается какой-то такой семейный, там, обед. Там, строят детские площадки деревянные, сами приходят, дерево где-то, там, приобрели тоже на общественные средства. У нас тоже это все существует. И очень активно развивается, как ты помнишь, с тех пор, как пошел проект поддержки местных инициатив. Ну, это немножко другое. Здесь все равно есть поддержка правительства. А тут люди прям... Сами, без всяких этих грантов, сами по себе. И ночной патруль, он точно такой же. Они самостихийно создались и уже пришли и сказали, мы готовы работать. Давайте, если вы готовы, чтобы мы вам помогали ловить пьяных, давайте как-то организуемся. И вот с ГИПДД пошла такая плотная работа. Поэтому, конечно, я поддерживаю, что моя сотрудница в ночном патруле. Я очень часто спрашиваю ее, как прошли ночи, как ты все успеваешь. Но она такая большая молодец, потому что девушек там единицы. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, но мы не закончили еще с ночным патрулем. Через две минуты вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор газеты «Вятский наблюдатель» Юлия Шевцова. И мы особое мнение продолжаем с темой ночной патруль. Все понятно, почему ты поощряешь участие своей сотрудницы, как выяснилось, своей сотрудницы в деятельности ночного патруля. Но тогда хочу еще у тебя вот что поспрашивать, раз информация к тебе из первых рук поступает. В пятницу в минувшую, похоже, состоялась встреча, которую активисты патруля планировали. Они об этом писали, по крайней мере, в блоге Сергея Косолапова, который на вашем сайте размещается. Можно прочитать и в комментариях к этому блогу. Приглашали на эту встречу, насколько я поняла, профсоюз таксистов. И также приглашали нового руководителя ОМВД Константина Селянина. Кто пришел, кто не пришел и чем дело закончилось? Константин Селянин пока не вышел на прямое общение с ночным патрулем, но отправил своих гонцов в погонах. В целом, ночной патруль удовлетворен, что к ним пришли все-таки высокопоставленные гонцы от Селянина. От профсоюза таксистов, те, кто пришел, к сожалению, там не было именно того такси, которое постоянно нарушает правила дорожного движения, у которых зафиксировано самое большое количество пьяных водителей за рулем. Поэтому они немножко такие разочарованные, то, что с таксистами диалога как-то не получилось. Знаю вот из тех уст со своей стороны, да, от ночного патруля. Не знаю, как от таксистов, но односторонне могу сказать, что ночной патруль как-то пытался призывать, что давайте вы будете контролировать своих водителей, а они им отвечали, что мы за своих водителей не отвечаем, и за это такси тем более не отвечаем. Ну, вся система, как ты знаешь сейчас, да, такси рассчитывала на то, чтобы именно так и происходило. А вот обратили ли внимание люди в погонах и сказали на эту ситуацию, и что сказали по этому поводу? Я так понимаю, там была команда взять под контроль, разобраться, пока мы ждем каких-то результатов, каких-то подвижек. Вообще интересно, как дальше будет Константин Селянин с патрулями. Да, вот это очень интересно, потому что мы же понимаем, что если со стороны Сергея Солодовникова была мощная поддержка ночному патрулю, и он сам выезжал в патруль и приглашал к себе на новое место службы, то такой вопрос возникает у людей, которые следят за судьбой ночного патруля или обсуждают, в принципе, его. Вообще будет ли существовать это движение дальше без поддержки главы УВД? Я думаю, что движение, поскольку оно возникло не по указке сверху, а это их желание, их позыв сердца, поэтому я думаю, что оно останется, оно будет существовать, тем более, что на месте. То есть все равно же решает, ну как глава, конечно, регулирует все эти вопросы, но все равно вся работа проходит на местах с более, чтобы уничтожить, маленькими должностями, более мелкими сотрудниками ГИБДД. То есть те, которые работают... Мы знаем, что не все, вот как ты сказала, мелкие сотрудники ГИБДД довольны были появлением ночного патруля и их деятельностью. Вот как теперь безвескопоставленной и мощной такой поддержки? Я думаю, они там нашли свою стезю, нашли тех, кто их поддерживает, и те, кому они очень помогают в работе. Мне кажется, будет сотрудничество продолжаться, потому что загубить ночной патруль для Кировской области, но это будет очень большой минус начальнику МВД. Если ты не возражаешь, я это возьму в цитату на сайт. Хорошо. Я напоминаю, что вы слушаете особое мнение главного редактора газеты «Вятский наблюдатель» Юлии Шевцовой. И давай еще поговорим вот на какую любопытную тему. Сергей Мамаев выдвинут в кандидаты на пост главы республики Мариал от КПРФ, соответственно. Марийские коммунисты называют Мамаева, я цитирую, «почти земляком». Добавит ли, как ты считаешь, этот факт шансов на победу Сергею Павлиновичу, который не оставляет своих намерений занять ускопоставленную пост? Ну, там есть определенная интрига в этой ситуации, потому что коммунисты... Я, когда готовила эту публикацию, тоже порвалась на сайтах Мариал, на местной прессе, и увидела, что сначала марийские коммунисты вообще отказались поддерживать местного в Рио, который был назначен президентом. Они заявили, что это кандидат, который не дает устраивать какую-то борьбу, и вообще с ним бесполезно какие-то устраивать там выборы, он все равно пройдет, и все, что не делается, это просто ширмочка для вот этого кандидата. И коммунисты отказались предоставлять своего человека на выборы. После этого было... Ну, выборы же нельзя сорвать, надо же кого-то поставить. Да. Я так думаю, что после этого, ну, там тоже есть эти публикации, что стали искать людей, которые придут из каких-то других регионов, из Москвы. Я думаю, наш регион близко. Мамаев имеет свои амбиции и решил, а почему бы нет? Что очень хорошая галочка в биографии, и участвовал в выборах на президенту республики. Замечательная галочка. Да, вполне, вполне, лишь бы она точкой не стала, эта галочка. Ну да, да. Да, но не он один, на самом деле, прочих-то в кандидаты и Черкасова, Кирилла, от ЛДПР. Видимо, по тем же соображениям, что, мне кажется, там просто подбирают для общей картины, для создания вот этого общего колорита, что все-таки есть борьба и все-таки есть выборы, подбирают для сильного кандидата, вот оппонентов. Ну, я бы на их месте, ну, идти для галочки, чтобы просто сказать потом, что я боролся за пост президента республики. Есть ведь еще другой вариант, чтобы форму не терять, так сказать. Да, ведь мы же знаем, что Сергей Павлинович баллотировался в губернаторы нашего региона. Второе место, но там с очень большим разрывом. Да, с большим, конечно, но, тем не менее, об этом речь все равно будет заходить. Вот ты видишь ли потенциальных преемников Никиты Юрьевича в нашем регионе и вообще какую-то растущую новую региональную политическую элиту или новую, старую, смешанную какую-то? Мне кажется, у нас элиты разделились давным-давно, еще в 90-е. Благо, последние годы они начали как-то жить дружно. Ну, вот в связи с этим, может быть, там какой-то новый возник конгломерат и новые люди сейчас будут выдвигаться. Ты вот сейчас в связи с тем, что у нас и перестановки в правительстве прошли, и какие-то новые люди в правительство пришли, кто-то ушел, кто-то не ушел, а остался. У тебя возникает какое-то ощущение, кто, собственно, выдвигается на передовые позиции? Может быть, кстати говоря, с одобрения Никиты Юрьевича, может быть, он себе преемник готов. Рано, конечно, об этом говорить, но почему бы нет? Ну, ходят слухи, что Крепостнов хочет стать следующим губернатором. На сегодня говорить о преемнике, мне кажется, рано. Кто-то тоже запустил слух, что уже, ну, я даже знаю, кто, не буду говорить в прямом эфире. Ну, какой слух? Потом меня за вечером расскажут. А какой слух? Что губернатор уходит, что для него уже подготовлено место. А, ну это да, и многие СМИ подхватили. Да, очень многие СМИ подхватили. Я думаю, что, ну, это достойное место, это планы на пять лет. Поэтому я думаю, что, ну, мне кажется, что было бы немножко как-то непонятно вот сейчас уходить. Даже на самое теплое место в Москве, мне кажется, что надо довести дело до конца, а потом уже уходить в Москву. Ну, и о преемнике, мне кажется, тоже пока говорить немножко рано. Ну, понятно, что местные политические элиты у нас, все, кто всегда хотел быть на месте губернатора, это Валенчук, Крепостнов, Березин. Ну, вот появился человек из Москвы белых. У нас все неожиданно. Вот как солодовников появился неожиданно, как белых когда-то появился неожиданно. Поэтому сложно сказать, что может быть какой-то преемник на местном уровне. Мне кажется, что нашим местным элитам не дают скучать, и обязательно могут кого-нибудь снова парашютировать. Да, да, скучать им точно не дают. Ну, и они сами, между прочим, выкладывают к своему руку. У нас остается буквально три минуты. Ну, вот, кстати, если, судя по твоим словам, я поняла, что ты, в общем, тебя удовлетворяет наш губернатор, как губернатор этой области. Он на своем месте, судя по тому, что ты сказала. И пусть очередной пятилетний план исполнит, и нужно там каких-то сейчас дерганий туда или сюда. Ну, вот посмотри, Народный исход, который запланирован на 18 июня, мы об этом говорили, в защиту парков приобрел свой слоган, это «Парки лучше, чем быков». Вот смотри, люди собирают... Быков — это глава города. — Олицетворение всей власти в Киеве. — Да, да. И вот собирают подписи для того, чтобы послать петицию не Быкову, чтобы указать, что вот, Владимир Васильевич, нам не нравится, что вы делаете, мы считаем неправильными ваши действия. Не губернатору Никите Юрьевичу Белых, чтобы сказать, ай-яй-яй, Никита Юрьевич, что же вы не смотрите в центр своей губернии, посмотреть, что творится с парками. А, конечно же, Владимиру Владимировичу Путину. Почему так? — Вера в царя-батюшку. — Ну, там... Мы ожидаем еще очередного поднятия кого-нибудь на какой-нибудь прямой линии с вопросами о парках в городе Кирове. — Возможно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы местная власть подхватывала эти темы, чтобы они не уходили на федеральный уровень, чтобы нам, журналистам, общественникам не приходилось шуметь и кричать. И обратите внимание, так уже нельзя. Вера просто у людей... Вера пропадает после тех действий, которые были последние годы по отношению к паркам. Мы все помним, как неожиданно вырубили алые паруса. А потом оказалось, что территория выкуплена. Ну, какие вопросы? А инвестор, который туда зашел, говорит, извините, я выкупил территорию не для того, чтобы тут яблоньки растить. То есть какие-то свои отношения вводят в заблуждение, во-первых, населения. То есть все думают, ага, опять такие-сякие. Они там проводят сделку, как всегда, по бумагам все замечательно. По факту остается, что рекреационная зеленая зона переведена в зону какой-нибудь застройки. Конечно, это недопустимо. Хотя у нас красивый зеленый город, деревьев, я считаю, нас немало, но это все равно недопустимо. Парки должны быть. Парки — это то, что делает благосостояние наших жителей более достойным и приятным. И благополучие, то, как они себя ощущают, собственно говоря. То есть доверия мало все-таки. Доверия, да. Такими бы замечательными главы наши не были. Из-за последних действий, из-за того, что этот парк, этот парк, ну вот только благодаря Шумихе удалось отстоять парк на профсоюзный Карла Маркса. Там хотели строить, может быть, и хорошее здание. Ну что же им теперь делать? Что же тебе делать? Никите Юрьевичу вместе с Владимиром Васильевичем прийти на сход и сказать «нет, не допустим», чтобы вернуть доверие? Мне кажется, конечно, да. Власть должна общаться с народом. Это безусловно. Общаться или сказать «нет, не допустим», повернемся в спять. Надо ставить все точки над «и», потому что ситуация с парком Победы массируется уже давно, на протяжении нескольких лет, там с 2012 года они отщипывают, отщипывают. На сегодня сказать точно, кому, что принадлежит, кто пытается строить, там не один собственник на этих кусочках. Кто, какие задумки, то есть определенности никакой нет, конечно, люди будут недовольны, будут шуметь. Надо поставить все точки над «и». Мы здесь тоже ставим точку, и я напоминаю, что вы слышали особое мнение главного редактора газеты «Вятский наблюдатель» Юрия Шевцова. Спасибо большое, что пришла. Спасибо. Приходи еще. Время пролетело быстро.